Алло. 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 Доброго дня. Здрасте. Меня Максим Довод, компания Вайсн. Звоню вам по поводу работы. Сыслов, верно? Да, да. С вами должны были общаться мои коллеги относительно торговли на бирже, активации торгового счета и всего остального, верно? Нет. Вам не звонили? Не помню. Ничего. Хорошо. Тогда можем начать сначала. Вы интересовались заплатительным заработком, я получил вашу ангету. Странно. Буду работать. Странно, странно. Странно то, что вам не звонили на самом деле. Это страшно. Ясно. Может, звонили, мне просто некогда было разговаривать. Не помню. А, вы могли просто не взять трубку, да? Нет, я мог сказать, что мне некогда. Угу. Угу. Вроде как должен быть разговор. Хорошо. Тогда, в принципе, мы можем начать сначала. Давайте начнем. Стяжитесь, пожалуйста. Вы торговлей в жизни, в принципе, занимались когда-либо? М-м-м. Нет. М-м. Любой, то есть? Нет, 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 нет. Нигде. Хорошо. А в какой селе вообще работаете? Работали на эскарном? Обычный рабочий. Ну, все рабочие необычные. Каждый человек это личный. Обычный. Поэтому. Ясно. Ну, и чем вы занимаетесь? Обычный рабочий или что он работает? Ну, разнорабочий. А, да и что сказали, что сделали, в принципе, динамитет вы получили? Да, да. Больше строительством занимаюсь. Хорошо. Хорошо. Что-что-что? Строительством. Угу. На каких-то руководящих должностях или что скажешь? Нет, нет. Что скажешь? Нет. Понял. А делать не работа. Угу. Внутренняя, да? Или внешняя? Внутренняя, конечно. Ну, внешне тоже разбираюсь. Ну, в основном заказы по внутренней. Угу. Понял. Ну, наша компания занимается торговлей в первую очередь. Возможно, слышали что-то обившее или как она работает? Знаете вообще, что это? Вы, то есть, ну, примерно догадываюсь. Это акции, да? Ну, то есть, это акции, да, валюта по отношению к другой валюте, то есть, валютные пары. Акции компаний, валюта, это, наверное, самое основное. Ну, плюс золото, нефть, все остальное, ну, то, что нестабильно, скажем так, чем можно в короткие сроки путем продажи или покупки чего-либо заработать. Да. То есть, вы в этой компании главный, да, или как? Нет, ну, главный бы не звонил, конечно, но я руководитель отдела продаж. То есть, я должен был проверить, как с вами пообщались, а оказалось, что с вами не пообщались. Ясно, ясно. Я, наверное, начинаю припоминать. Вот. Может, все-таки что-то было? Да, да, да. Скорее всего, мне звонил некомпетентный аналитик. Угу. А расскажите, в чем дело было? Ну, потому что человек не взук ногой. Странно показалось. Человек выдает себя за аналитика, а вообще в этом не разбирается. Такое уж невозможно. Ну, аналитик не мог звонить. Опять же, либо это не наша компания, аналитики, просто это те люди, которые, когда вы уже активировали свой торговый счет, то есть вы начали с нами сотрудничать. Ну, значит, кто-то из менеджеров лет, как говорится, со своим лобзиком в Третьяковскую галерею. Значит, он пытался там умничать, а выглядел просто как дурачок. Так, а о чем вы общались тогда? Ну, он мне рассказывал всякий бред. Он мне просто рассказывал всякий бред. Пытался какие-то вещи показать, что якобы он разбирается в биржевой торговле. Приводил совсем дурные примеры, которые можно детям рассказывать в детском саду. Например? В практике компании Tesla, что на это можно было заработать. Ну, на это можно было заработать, но это чуть-чуть некие масштабы, ну, как мне кажется. А какие у нас сейчас масштабы? Ну, смотря о чем мы говорим, если вы хотите акции компании Tesla покупать, то вам нужно чуть-чуть с других сумм начинать. Я так понимаю, у вас счет будет отбедить 10 долларов. Ну, почему? Сейчас же ее раздробили, акцию Tesla. Сейчас она вполне доступна даже для инвесторов средних звеньев. Вы что, вы там не слышали, что сейчас акцию Tesla раздробили? То есть все акции поразбивали? Не все, а именно непосредственно. Мы же все о Tesla речь идет. Ну, окей. Что мы делаем с акциями Tesla? То есть мы, если вы считаете нужным, мы ее можем купить. Притом сейчас, потому что она, знаете, почему она сейчас активно падает? То есть вы хотите сказать, что вы можете купить акции Tesla по 400 долларов за одну и нормально себя чувствовать? А почему я это не могу сделать, если это посчитать? Тем более она сейчас падает. Сейчас акции Tesla сейчас падают. Мы занимаемся торговлей на короткие промежутки времени. Ну, трейдинг обычно, естественно. Ну, я понимаю, с чем вы занимаетесь. Но вы же этим не занимаетесь. Вы же... Ну, нет, конечно. Ну, все. Я звоню вам сейчас. Так что я вам советую, лучше не умничать в этой сфере. А я не умничаю. Ну, все. Тогда ваше какая-то... Я же, что я не понимаю. Сыфо, о чем мы говорим вообще? Я не знаю. Я не знаю. Я не пытаюсь. Я не пытаюсь. Я в этом разбираюсь. Можете сюда кого угодно звать. Я любому. Да потому что мне так нравится. Чтоб вы подумали, что я дурачок и сейчас побегу деньги вносить на торговый счет. Это не так. Ага. То есть не надо ничего вносить, да? Что? Ничего не надо вносить. Хорошо. Это не так, что вы говорите? Я просто не понимаю, о чем вы сейчас рассуждаете. У вас есть лицензия в вашей компании? Давайте об этом начнем. Какого рода лицензия вам нужна? Например, ну, Центробанк. Вы сейчас что-то не то говорите. Регулятор у вас кто? О чем сейчас речь? О подлинности вашей компании. Пожалуйста, не делайте вид, что работа нужна мне, а не вам. Если вы разбираетесь с этим торгуете... Знаешь, давай я тебе сразу внятность внесу. Мне твоя работа не нужна. Она у меня уже есть. Да, зачем вы так тратите время? Господи, тот, у кого есть работа, не рассматривай другим людям об этом. Да, да, да. Не следует за яркий дополнительный заработок. Обязательно, конечно. Это вы так думаете. Почему вы мне вообще пытаетесь свое мнение? Я не пытаюсь навязать, я пытаюсь разобраться. Вы даже не просто пытаетесь... Вы пытаетесь меня просто, грубо говоря, не хочу матом наебать. Правильно? Кто вас матом не получил? Какие у вас лицензии? У вас есть лицензии? Какие вам лицензии нужны? О чем речь? Вы брокер. Вы брокер. Вы брокер, правильно? Вы брокерская компания. Я не являюсь брокером. Вы представитель брокерской компании. Да. Естественно. Кто такой брокер? Что это такое? Вы сейчас чем занимаетесь, ФОР? Что такое брокер? Кто такой брокер? Или не хотите? Если вы все знаете, зачем вы оставляете заявки? Так убедиться, что вы ничего не знаете. Убедиться, что вы ничего не знаете. Убедитесь в том, что у вас нет денег. Как вы... А, все, тебя начало бомбить. Да, все, все. Нет денег. Да побольше, чем у тебя. Я просто не люблю тратить денег. Ага. Ну, кто такой брокер? Раз ты в брокерской компании работаешь, кто это такой? Вы делаете, что нужно мне. Да, да, да. Не делаете это. Вот, вот, все. Вы хотите заниматься тестами? Отлично. Я не знаю. Брокер не знает, что такое брокер. То есть не знает, что он посредник. Но ты работаешь в брокерской компании. Как этого можно не знать? Вы знаете, что лекции читать или хотите начать зарабатывать? Я пытаюсь тебя пал по уши в говно вогнать, чтобы ты знал, кому можно звонить. Да, вы там звоните. Вы там звоните. Вы там сидите и общаясь. Только потому, что я, блин, не звоню людям и не пытаюсь их на каких-то 100 долларов. Да, да. Ну, ты согласен, что ты мошенник? Нет, конечно. Вы пытаетесь с тем общаться? Вы пытаетесь слепить какие-то штампы? Это было виноват. Что такое брокер? Кто такой брокер? Потому, что ты не знаешь. Потому, что ты не знаешь. Ты не знаешь. Вы думаете, что вы умный человек, который пытается кого-то загрузить? Ну, докажи, что ты умней меня. Докажи, что ты умней меня. Потому, что ты не можешь. Потому что ты не можешь. Ты сейчас просто чмо для меня. Ты чмо, которое думал ему тут что-то ответить, и обломался. Ты не человек, ты не человек. Ты не заслуживаешь уважения. А я не должен заслуживать уважения. Вы обратились ко мне по поводу денег. Я обратился к тебе, но если ты не знаешь, как ты мне можешь помочь заработать. Это не мое это дело. Вам аналитик позвонит, будете общаться. Вы же знаете, что вы все знаете. Я все знать невозможно, но знаю достаточно. Кто такой брокер? Вы говорите, что вы очень занятый и спешный человек, при этом вы общаетесь ни о чем. Зачем я это делаю? Получаю удовольствие. Чмырить, чмырей. Вы можете выйти на улицу кого-то походу за чмырей. Так зачем, если мне сами звонят? Зачем, если мне сами звонят? Потому что вы попросили. Обязательно. Прямо умоляю. Позвоните мне, пожалуйста. Ага. Вот так вы общаетесь с Сергеем. Да. Я вас понял. Так что, ты можешь доказать мне, что ты компетентен? Почему вы же не выиграете вообще? Ты, короче, лошара, ты даже своих знаний не то, что там до менеджера не хватает. Тебе реально слабые знания даже для звонилки. Для звонилки полцентра. Вот ты даже не дотягиваешь. Я думаю, что у вас знаний достаточно для того, чтобы, в принципе, с людьми на улице как-то контактировать. Я на это... Ну, во всяких таких чертей поставить на место моих знаний не хватает, полна. Не хватает, конечно же, потому что вам все еще звонят и заплатят. Это ваше время, ваш заряд. Наше время, да. Если вам нечем заняться, можете заниматься чем-то другим. Я тебя забыл спросить. Продолжение следует... Продолжение следует...